Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы расскажем вам о том, что осталось в уходящем году. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, чем запомнился 2018 год, какие главные события произошли в Армении. Уходящий год стал для Армении поистине судьбоносным. В стране полностью сменился вектор власти. Обязательно досмотрите это видео до конца. Поехали! 1. Протестное движение «Мой шаг» и начало бархатной революции. 31 марта из города Гюмри стартовал двухнедельный марш в Ереван под названием «Мой шаг» во главе с оппозиционным лидером, депутатом парламента Николом Пашиняном. С 13 апреля начались массовые протестные акции под лозунгом «Сделай шаг, отвергнись Сержа» против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром, который в свою очередь обещал не становиться премьер-министром и уйти перед этим. Эти акции усилились после того, как 17 апреля национальное собрание избрало Саргсяна премьер-министром. 22 апреля, после того, как во время встречи с действующим премьером Пашинян отказался от компромиссов, заявив, что готов обсуждать лишь вопрос отставки Саргсяна с поста премьер-министра Армении. Отставка Саргсяна Никол был прав и ошибался. Символом победы Пашиняна и революционного движения, а также де-факто началом постреволюционных политических процессов стала отставка Сержа Саргсяна. После провальной встречи 22 апреля с Пашиняном, где премьер заявил, что не готов воспринимать в качестве народного рупора партию с 7% голосов в парламенте, имелось в виду блок Елк, и покинул место встречи. Начались мероприятия по задержанию участников акций протеста. Многотысячные митинги показали безрезультатность действий властей. В сложившейся ситуации Саргсян 23 апреля подал в отставку, признав правоту Пашиняна. В стране начался новый этап в истории Третьей Республики. Выборы не выборы Пашиняна. Отставка Саргсяна ставила страну без главы исполнительной власти и правительства. Исполняющей обязанности премьер-министра стал бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян. Однако продолжающие акции протеста уже против Карапетяна показали, что такие полумеры не устраивают революционеров. В результате того, что остальные партии воздержались от выдвижения своих кандидатур, 2 октября парламент Армении на внеочередном заседании принял во втором и окончательном чтении изменения в закон о регламенте национального собрания. В тот же день Пашинян собрал массовые митинги у здания парламента и подписал указы об увольнении министров, представителей, поддержавших изменения партии «Процветающая Армения» и АРФ Дашнак Цутюн. После проведения переговоров с депутатами и представителями политических сил Пашинян заявил, что вскоре после вступления в силу указов об увольнении министров сам подаст в отставку, что и сделал 16 октября. А после того, как парламент 24 октября и 1 ноября не избрал нового главу, правительство президент Армен Царкисян 1 ноября подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 9 декабря. Арест президента Роберта Кочаряна. Одно из наиболее резонансных событий последнего десятилетия в истории Армении – арест экс-президента Роберта Кочаряна. Решение о его аресте на два месяца суд принял в ночь на 28 июля. Обвинение против второго президента вынвинуто в связи с событиями 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов 19 февраля недовольные победы Серджия Сарксяна оппозиционной силы начали проводить акции протеста. Однако 13 августа апелляционный суд освободил из-под стражей бывшего президента на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государств. 7 декабря после многочисленных заседаний и рассмотрения ходатайств адвокатов экс-президента суд вынес решение о повторном аресте Кочаряна. Адвокаты экс-президента заявляют о намерении обжаловать данное решение. В настоящее время следствие по данному делу продолжается. Отзыв генсека ОДКБ. 30 октября Ереван отозвал своего представителя в ОДКБ Юрия Хачатурова. С поста генсека причиной такого решения стало обвинение Хачатурова по делу 1 марта 2008 года, по которому, кстати, арестован и экс-президент Роберт Кочарян. После отзыва Хачатурова армянская сторона заявила, что следующим генсеком до 2020 года также должен быть назначен представитель Армении. Против подобного подхода выступила Беларусь и ее президент Александр Лукашенко. Там посчитали, что по тому же ротационному принципу должность переходит к Беларуси. 8 ноября лидерам стран-членов ОДКБ на саммите в Астане не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека организации. 6 декабря на саммите главы ОДКБ в Санкт-Петербурге. Сливы в сети или скандалы с прослушкой. 11 сентября в сети опубликована скандальная запись прослушки разговора главслужбы национальной безопасности Артура Ванецяна и специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна. На состоявшейся пресс-конференции Ванецян подтвердил подлинность данной аудиозаписи и факт того, что в беседе с главной спецследственной службой они обсуждали вопросы, касающиеся уголовного дела по событиям 1 и 2 марта 2008 года. 5 декабря в сети появилась вторая часть прослушки, в которой есть и фрагмент разговора с Пашиняном. Следствие по факту прослушки продолжается. Установление оперативной связи между Пашиняном и Алиевым. 28 сентября в Душанбе прошел саммит главы СНГ, на котором Армению представлял Пашинян. Телекамеры зафиксировали, как на полях саммита главы стран ненадолго пересеклись и обменялись парой фраз. Как потом сообщил Пашинян, они с Алиевым договорились поручить министрам обороны своих стран снизить напряженность на границе, а также условились создать линию оперативной связи между сторонами, чтобы иметь возможность выяснять, кто нарушил режим прекращения огня. Первые в истории Армении досрочные выборы в национальном собрании были намечены на 9 декабря. Ввиду ограниченного времени предвыборная агитация продлилась всего 12 дней. За прохождение в парламент боролись 11 политических сил, 9 партий и 2 блока. Но Пашинян смог одержать победу. Важные визиты. 24 августа в рамках регионального визита впервые посетила Армению канцлер Германии Ангела Меркель. Во время совместной пресс-конференции с Пашиняном она заявляла, что ее страна готова взять на себя ответственность в рамках мирного урагулирования Карабахского конфликта. Пообещала поддержку в вопросе либерализации визового режима Армении и ЕС. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Армению 24 декабря в рамках регионального визита. Советник Трампа также отметил, что если будет понимание, то мы должны работать, чтобы с азербайджанской стороны была такая же реакция. При этом Болтон предложил Армении покупать американскую, а не российскую военную технику. Саммит франкофонии в Армении. В октябре в Ереване стартовал 17-й саммит международной организации франкофонии. В саммите в Ереване участвовали делегации из 84 стран, входящих в МОФ, а также партнеров и наблюдателей этой международной структуры. В числе участников лидеры 38 стран, включая президента Франции и Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В течение следующих двух лет председательство в организации перешло к Армении. А на этом у нас всё. Оцените наше видео подпиской и лайком. И встретимся уже в новом 2019 году. До скорой встречи. Желаем вам очень-очень ярко и незабываемо отпраздновать и помнить об этом целый год, чтобы каждый день повторялся так, как вы его провели. Надеюсь, вы проведёте его так, как никогда не проводили и будете вспоминать только с радостью и любовью. До скорой встречи.